Начинаем вторую часть. Переходим к социальной философии. И первая тема – социальная форма движения материи. Первый вопрос – это вопрос о том, что такое материя. Поскольку это самое общее понятие, которое везде употребляется в самых разных науках, и, скажем, музеологи, наверное, будут сохранять не только духовные какие-то предметы, духовного опыта, но и какие-то материальные предметы. А если духовного опыта, то они материализованы. Допустим, картина – это материализованный художественный образ, правда? Это живописная картина или музыкальные произведения, записанные. Оно может быть исполнено снова, и тоже материализованное, но уже образ музыкальный и так далее. Так вот, что такое материя вообще? Кто может сказать? Какие тут есть соображения, предложения, мнения? То есть нельзя сказать, вот я не могу сказать, что здесь присутствующие ни разу не слышали этого слова. Правда? Более того, здесь присутствующие многократно слышали это слово. Соответственно, опять же, здесь присутствующие должны выработать у себя привычку. Все слова, которые употребляют, ну, знать их значение. Потому что человек должен отличаться тем, что он сознает, что он говорит. Хотя есть такие люди, которые говорят, как я могу узнать, что я говорю, если я еще не сказал. Так что некоторые говорят, а потом начинают думать, что они такое сказали. Вот и смысл высказывания, а вам придется делать работу какую? Ну, вот вы будете писать и курсовые работы, и выпускную работу. А это что такое? Это маленькая такая с претензией на научность работа. Там, правда, еще не требуется новизны, но система уже требуется. И это, так сказать, некая материализация идей. То есть мы все время с какой-то материализацией имеем дело, с материей какой-то. Поэтому вопрос, раз это столь словоупотребительное понятие, и столь широкое понятие, и столь широкоупотребляемое, то, ну, всякий образованный человек должен знать, что это такое. Это во-первых. Во-вторых, это не так просто его определить. Почему? Потому что это очень простое понятие. Простые понятия, как их определишь? Определяют обычно сложное через более простое. А это простое, как его определишь? Вот вопрос. Вот, пожалуйста, какие есть соображения, предложения, мнения. Что такое материя? То есть вы это слышали слово? Слышали? Ну, это некое физическое вещество, которое является объективной реальностью. Ну, то есть то, что существует вне нашего сознания, и оно будет реальным, то есть какое-то вещество телесное. Можно я придираться буду к вашему ответству? Придираться буду, можете? Ну, то есть искать недостатки у вас, разыскивать недостатки в вашем высказывании. Во-первых, вы сказали, когда говорили о том, что материя, и там употребили, что оно там нечто что-то материальное. А как можно определять материю через материальное? Мы не знаем, что такое материя. Вы еще только нам рассказываете. Так что это надо исключить. Второе. Вы сразу ушли назад с точки зрения физики, поскольку вы в материи, под материю понимаете только вещество. А поле разве не является электромагнитное? Не является материя? Вот у нас электричество идет. Ну, вот это свет. Но свет – это тоже, кстати, движение материи или нет? Ну, от материнского материя – это же вещество. От материнского материя – это вещество. То есть, видите, буквально… Вся материя – это вещество? Электромагнитные поля – это вещество? Да. Поле тяготения – это вещество? Ну, что вы говорите? Не так не пойдет. То есть, вы как-то ушли назад. Где-то, наверное, в середину XIX века, с этой точки зрения. А надо, чтобы это было современно. Вот. Теперь вы сказали – это объективная реальность. А вы что такое реальность знаете? Это более сложное понятие или более простое понятие, чем материя? То есть, вы хотите определить более простое понятие через более сложное. Это научный подход. Или научный подход состоит в том, чтобы более сложное определять через простое. Почему? Потому что сложное – это сложное из простых. Правильно? Вот. Поэтому так не получается. А реальность что такое? Что это такое, реальность? А? 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 Ну, вот, в том-то и дело, что вы задачу не упростили, а усложнили. Это еще, наверное, более сложная задача. Это реальность, а это нереальность. Так, какие еще попытки будут определить, что такое материя? То есть, как бы до этого момента считалось, что вы знаете, что такое материя. Теперь, вроде как, считается, что вы не знаете, что такое материя. Да, наверное, нечто из чего состоит, что вообще. Нечто из чего состоит? Ну, появляется на своей жизни. Из чего состоит? А то, из чего состоит, уже не относится к материи. Ну, некое целое, а в нем есть то, из чего она состоит. Так вот, то, из чего она состоит, это вы берете, считаете материи, а само это вот образование не считаете. Неудачное тоже. Что ж такое материя? Так, это первая строчка отстрелялась в первый ряд. Второй ряд. То есть, для того, чтобы знать, что такое материя, я должен знать, что такое человек. Я правильно понял? Ну, вы посмотрите, что вы сказали. Это то, что существует, независимо от человека. То есть, в вашем рассказе про материю употребляется человек. То есть, я для того, чтобы узнать, что такое материя, должен знать, что такое человек. А вот, некоторым кажется, что все-таки человек определяется через более простые категории, чем человек, через материю. Правда? То есть, это вообще противоречит научному способу определения, потому что определять надо сложное через простое. А вы что сделали простое, определили через сложное? Слово пространство – это сложное слово. Что-что? Слово пространство – это сложное. Пространство? Это вам вообще ничего не даст. Это не сложное слово. А вы, если я вас спрошу, что такое пространство, вы и не скажете. Что такое пространство? То есть, вот есть трудности, связанные с очень сложными понятиями. Это одни трудности. А есть трудности, связанные с простыми понятиями, вот с которых начинает философия в начале. И поэтому вот не так-то просто выкарабкаться отсюда, потому что вот я спрошу, чтобы пространство вы не скажете. Не потому, что вы не хотите сказать, а как это не сформулировать просто. А если мы не знаем, что такое материя, мы не знаем, кто такие материалисты, кто такие идеалисты. То есть, как-то тут все сразу повисает. Можно попробовать столкнуться от другого простого понятия, который хотел бы лошадь? Лучше бы вы к нему не отталкивались от него, а притягивались к нему. А вы хотите обязательно оттолкнуться от него. Критика. Ну, на самом деле, это я придираюсь, потому что если я от кого-нибудь отталкиваюсь, вот если я от нее буду сейчас отталкиваться, для этого мне надо к ней дотронуться. Правильно? Поэтому оттолкнуться, на самом деле, можно употреблять, потому что это все равно, это как раз означает соприкосновение, с отрицанием. Правда? То есть, это не я, а это она. Я тем самым себя определяю через нее. Ну, так что такое материя? Там есть длокорадочные поиски в компьютере. И что там поиски показывают? Что такое материя? Я не пищу. Я не знаю. Я не знаю. Материя. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Поиски на основании. Скажем, я сейчас начну вас спрашивать по математике. Не по таким вопросам, по которым вы считаете, что мы это не знаем, а по таким вопросам, которые вам кажется, что вы знаете. Вот вы знаете, что такое точка? Вы лихо так. Ну, раз знаете, скажите нам. Я-то не знаю. А вы мне скажите. Причем нас с вами разделяет и соединяет то, что я восьмер закончил с отличием в Санкт-Петербургском университете. Математик по образованию. Я не знаю, что такое точка. Вы знаете. Мне это интересно. И что такое точка? Мне это приятно видеть людей, которые знают, что такое точка. То есть, можно ли вообще знать определение простых понятий? Вообще это существует? Вот видите, вот это уже философский взгляд. Вот. Совершенно правильно. Вот. Вот оно. Видите? Вот скажи просто, это полнотец. Вот вы тут сидели, прошлое занятие, устали, а человек пришел со свежей головы и сразу решил, вывод, нечего тут болтаться на занятиях, надо ходить гулять больше. Ну и время от времени приходить и отвечать запросто на вопросы. То есть, продолжая то, что вы начали, это неопределяемые понятия. Неопределяемое. Потому что не через... Оно самое простое. К таким же неопределяемым понятиям относятся и... Что? Материя тоже относится к тому. Ну, почти. Нет, оно определяется через само себя. Так, так вот, точка, точка, еще и прямая. Прямая. Начинаешь, вы знаете, что такое прямая? Скажешь, да, знаю. А что это такое по определению? Определение прямое. Вы скажешь, я не знаю. И так, как будто вы бедные. А никакая вы не бедная, никто не знает. Потому что это неопределяемое понятие. Вот то, что вы к этому пришли, это очень здорово. А еще? А плоскость? То же самое. А еще? Аксиомы, если слово слышали? Аксиомы – это что такое? Это что? Они доказываются? Нет. Берутся и все. Берутся и все. Вот есть две геометрических аксиомы. Одна старая, эвклидовая, что через точку. Расстоящая не напрямой. Может быть, проведено бесконечно много. Может быть, проведена только одна прямая, не пересекающая эту. Это эвклидовская аксиома. Две тысячи лет пытались ее или опровергнуть, или доказать. Но никому в голову не приходило то, что вам пришло. Это на самом деле аксиома. Ее невозможно доказать. И опровергнуть нельзя. А потом Лобачевский, Николай Иванович, сказал, что это аксиома. И взял другую аксиому. О том, что через точку, не стоящую напрямую, можно провести бесконечно много прямых, не пересекающих данных. И оказалось, что это невозможно опровергнуть. Это аксиома. И появилась новая геометрия, геометрия Лобачевского. То же самое и здесь. Не надо тут думать, что вы найдете, что вы материю к реальности. Некоторые берут, вот у Ленина есть книга такая, материализм, амперия, градицизм. Там буквально написано, материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Надо знать, что такое объективная. Вы знаете, что такое объективная, без материи? Нет, знаете. Что такое реальность? То же самое. Данная нам. То есть надо знать, кто такие мы. И тогда мы узнаем, что такое материя. Ещё надо знать, что такое ощущение. Нам в ощущениях. То есть это правильное высказывание. Это называется суждение. Не всякое суждение – это определение. Вот про вас не буду говорить, про себя скажу. Я твёрдое тело. Это правильно? Ну не жи-ка же я, что-то вы сомневаетесь. Я же не растекаюсь тут прям так. Вот ещё стою пока. А вы уже засомневались. То есть это суждение. Сказать так можно, но это не определение. А определение… Энгель говорил, что единство мира в его материальности. Всё есть в материи. Вот материя – то, что есть, и всё. Материя – это то, что есть. И поэтому сплошь и рядом вместо материи употребляют бытие. И говорят, бытие первично, сознание вторично. Бытие берут. То есть материя – это бытие. Бытие. А потом уже начинают разбираться в том, какая бывает материя, какие бывает форма существовая материя, уровень её организации и так далее. То есть это должно быть простое слово и простое. Это то, что есть, и всё. То единое, что есть. Больше нечего сказать о материи как таковой. И хорошо, и просто, и понятно, и кратко. И телефон материи, и банка материи, и человек материи, и стол материи, и дом материи, и земля материи, и солнце, и вселенная материи, и галактика материи. Всё это материя. Ну, это мы уже берём развлечение внутри материи, правильно? Разные всякие формы. А материя – то единое, что есть. Вот то единое, что есть, есть материя. Так. Теперь различает уровни организации материи и соответствующие формы её движения. Вот тут уже мы можем изучать строение материи, устройство, так сказать, её, двигаясь от самых простых форм, более сложных. Что является, какая форма движения материи является самой простой? Форма организации движения. Это, так сказать, есть тела и движение этих тел, да? Механика. Механическое движение. Движение тел. Или тел обычных, или тел космических. Правильно? То есть мы видим. И это всегда интересовало человечество, как двигаются небесные тела. Мы уже привыкли считать, что для того, чтобы двигаться, надо что? Иметь какую-то энергию, и с помощью этой энергии и так далее. А как вот объяснить, что Луна вращается вокруг Земли, и никакой при этом вроде бы как энергии не затрачивается. И так она и вращается, и вращается, и вращается, и вращается. Как вы это себе представляете? Ну почему вот если разогнать космический корабль, выключить, двигатель выключить, и этот космический корабль, вот эта международная космическая станция МКС, которая сейчас есть, она так и будет, ну она немножко будет опускаться, но вовремя её уберут или снимут. А в целом-то она не падает. Или падает? Падает Земля? Падает. А что, не притягивается, что ли, космическая станция к Земле? Что, вот если запустить вот в космос космонавтов, они уже не притягиваются, да? Вот и здорово. Как так получилось? Вы так и думаете, что они не притягиваются к Земле? Притягиваются. А что, туда не падают? Это фокус, что ли? Не, ну вам же вот, ну даже детям придётся объяснять. Надо как-то знать эти вещи, а иначе получается, что мы в таком странном положении. Это мы от простого пошли, заметили? Самого простого. Ну как они не падают-то почему? Или они падают? Они падают или не падают? А? Как это они падают? Ну как? Что, закон, тихо-тихо-тихо, закон всемирного тяготения на наших космонавтов не 10, а на американских? На американских 10. Вот это здорово. То есть есть люди, освобождённые от действия законов всемирного тяготения. Это интересно. Интересная мысль сама по себе. А вам не рисовали в школе по физике? Вот такой пример. Вот земля. И вот смотрите. Вот камень отсюда бросаете. И вот бросили с такой скоростью какой-то. Он будет такой другой. Раз и упадёт. Он же не просто вниз будет падать. А вот скоростью по касательной бросается. По касательной. Вот касательная. А вот точка. Взяли вот касательная. И вот по касательной. Но на какой-то высоте бросаете, он падает. Увеличиваем скорость. Так. Да? Увеличиваем скорость. Он падает или не падает? Падает. Падает, 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 падает. Ну поэтому надо, если уж он сильно подошёл сюда, то надо немножко поработать маршными двигателями, немножко приподнять орбиту. То есть он падает. Но скорость движения его по касательной такая, что он падая на землю не попадает. Вот и всё. Ну и вы хотите быть космонавтами, прыгайте. И у вас будет полное чувство невесомости. Ну недолго. Ну если человек прыгает с 12-ти этажного, или с 20-ти этажного, он у него скрёб, он сколько находится в невесомости? Вот у вас как раз телефон в руке, вы как раз по телефону можете прыгнуть и будете сообщать, что сейчас полёт проходит нормально. Вот. Ну по крайней мере до второго этажа. А потом не забудьте сказать про сяти товарищей, когда идите до второго этажа. Но это вроде шутка, а вот по этой шутке готовятся космонавты. Как их готовят? Берёт самолёт. Большой транспортный самолёт. Садят, сажают туда космонавту и приучают их к действиям невесомости. А именно, вот он совершает вот такой вот вираж и идёт вниз, в пике. Долго идёт, то, что он высоко залетает, и долго идёт в пике. И они оказываются... То есть падает самолёт, а вы в падающем самолёте. Где вы? Вы давите при этом на сиденье? Нет, вы... Сразу попадаете в невесомость, и вот происходит то, что я перед этим рассказывал. Только с той разницей, что вы, если ручками махнёте, то вы всё равно не взлетите. А самолёт, он под крылки повернёт и выйдет из пике, и все в порядке. Ну, если не выйдет, ну, извините. Всё бывает. Это же всё в нашей жизни может быть. То есть, короче говоря, то есть, как обучают... И они в это время должны там что-то делать руками, что-то там привинчивать, что-то ещё тренироваться могут в невесомости. Ну, а если же они их разогнали до первой космической скорости, да? Первая космическая скорость – это скорость, при которой они превращаются в спутник. Они же тоже в спутник превратились. Вот вас так разгонять будете, вот будет Луна и вы. Два спутника Земли. И причём вы ничем не хуже Луны. Ну, в чём вы хуже? Ну, она давно только летает, а вы моложе и симпатичнее. И хорошо же, если летаете. Поэтому вот у нас сколько уже... У нас уже много было женщин-космонавтов, да? Начиная с Терешковой. Вот. И нет такой проблемы запустить женщину в космос. Не для того, чтобы от неё избавиться, для того, чтобы показать силу и мощь науке и технике. Так. Ну вот. Это что означает? Это означает, что вот мы рассматриваем здесь законы, которые регулируют механику небесную. Это законы материальные, материального мира. Правильно? И вот посмотрите, и всё так построено. Есть такие какие-то объекты, которые через нашу Вселенную пролетают и улетают неизвестно куда. как они называются? Кометы. У них там обычно как они с хвостом, потому что они летят, а сзади там все эти мелкие какие-то камни, какие-то следы, всего пыль. И вот она, длинный этот хвост. И вот она тут с хвостом пролетает и улетает. Однажды была вот такая история, которую я могу рассказать. Я был одно время консультантом Ленинградского телевидения на общественных началах, когда председателем комитета по телевидению и радиовещанию был Ростислав Николаев. И были последние выборы Верховного Совета России. И там разные были коммунисты, либералы и, так сказать, буржуазные деятели. И каждый излагал свою программу. И особенно сильны были сторонники Конституции, с которой выступал Сахаров. Вот такой человек Сахаров, такой великий. Они его очень пропагандировали и предлагали. Активно очень продвигали. А я сидел прямо там, где велась запись, и эту картину наблюдал довольно веселую. И вот они доказывали, что нужно переименовать площадь пролетарской диктатуры в площадь Сахарова. Слово кровавое, жестокое, а Сахаров он жестоко сделал для дела мира. Он написал Конституцию, политик такой. Давайте превратим ее в площадь Сахарова. Ну, разные были выступления. И вот эти все демократы выступали в такой позиции. Выступил у нас, от нас, от нашего университета, был кандидатом депутаты Дегтярев, Александр Якимович, доктор исторических наук. Наверное, вы его работы знаете, ну, правда, по древней истории, по истории русской. По истории Руси. У него есть такая книга «Откалки до Угры». Он говорит, я вообще-то историк. И вообще-то я считаю, что если назвали люди, которые строили площадь, ее площадь пролетарской диктатуры, пусть она и остается площадью. А вы построите себе другую площадь и называйте ее площадью Сахаровых. Кто против? Называйте новую. Вы же сами говорили, не надо стирать, не надо создавать эти белые пятна в истории. Зачем вы это вы делаете? Давайте назовем. Вот он и так выщевал, как доктор исторических наук, а потом выступил товарищ Риверов, такой пламенный выступил, который такую компанию возглавляла «Росвидеофильм». В этой компании он был генеральный директор, а еще у него был один член партии. Он его везде в документах писал секретарь парткома, поскольку там другого никого не было. И вот, значит, этот Риверва говорит «Вы что, чего это Сахаров, человек одной площади, что ли? Вы же сами говорите, что он вот величина такая. Так город это разве может не только плодить? Город не может вместить масштабы всей личности Сахарова. Нет, город, а что город? Город и страна не может вместить. Вы же сами говорите, что он мировая величина. Да, я думаю, и Вселенная не может вместить. Давайте, говорит, назовем какую-нибудь лучшую комету и пусть летит к своей матери по телевидению в прямом эфире. Как-то после этого вопрос о переименовании отпал. И через некоторое время вдруг мы обнаруживаем, что у нас тут на площади появился памятник Сахарова. и черненьким написано так невзрачно площадь Сахарова. Что так невзрачно написано-то? Видите, к черным по белому. Надпись-то должна быть какая-то красивая. Но если любите вы Сахарова, то как-то оформите хоть. Ну, правильно, если вам нравится он. Вот, а памятник сделал какой-то армянин вот этот. Памятник Сахарова. относится они к университету, поэтому и на территорию как бы этого армянина не пустили. А жена Сахарова, вдова, она очень отрицательно отнеслась к этому памятнику, сказали, ну, что это такое, как это он изображен, что это такое, вот такой там какой-то весь зеленый, и сзади руки у него связаны. Ну, что это за памятник? Она не приехала на открытие, но все равно вот те люди, которые там какие-то свои политические проблемы решали, потому что, ну, всем известно, что он вообще очень хороший физик, так, герой социалистического труда, вполне заслуженно занимался, так сказать, разработкой ядерной программы. Ну, уважаемый человек, ну, надо, вот представили этого непонятно кем, на каком-то камне, но если вы ставите памятник, вот, допустим, мне, так вы бы не охотите, потянуто, сотрите с меня этого, чтобы там медь была, а не зелень, да? Ну, так же нельзя уже совсем, или вы ставьте, или не ставьте, а уж как-то какие-то требования существуют к памятникам. Так вот, не приехала, поставили его на камень и назвали его, все его теперь зовут утопленник. как бы он лежал на дне, его, потому что Елена Боннер била, и вот потом бросили его в воду, связали руки, в воду бросили, а потом достали со дна и поставили сохнуть на камень. Ну, какой смысл-то вот это, что на камне стоит вот так по тени, весь зеленый? Вот эта история так и закончилась, так сказать, шуточным таким разговором, поэтому, с одной стороны, вроде тут и площадь сахара, но как-то все-таки как-то не празднично. Может, какой-то у этого длинный хвост, как у той кометы получился. Вот такие бывают истории. Но все это относится, мы с вами, кометы относятся к чему? К небесной механике, правильно? Вот есть небесные тела, одни вращаются, мы с вами вращаемся вокруг Земли, вокруг, вместе с Землей, да? Так что мы с вами можем считать, что мы с вами на карусели сейчас сидим, ну как бы мы бесплатно сейчас сидим на карусели, я стою, вы сидите, и мы вместе и за сутки, если мы тут сутки проведем, мы вернемся в то же положение. Кто хочет проэкспериментировать, давайте позвоним домашним, что мы тут у нас эксперимент, мы вращаемся вместе с Землей, хотим в ту же точку. Там удивятся, скажут, вы сами такие дурные, или у вас преподаватель такой пришел. Но мы смело идем на научные всякие открытия с вами, ничего не боимся. Более того, мы с вами же еще вращаемся вместе с Землей, уже мы довращались до весны. А что такое весна? У нас же наклонная ось, да? И она вот, поскольку она наклонная, когда вот она приходит так, что вот наклон как раз получается в сторону Солнца. Но когда мы так поехали, что это наклон от Солнца, то в южном полушении будет лето, а у нас зима. А когда мы попали в такое наклоненное положение, вот мы же уже весна, снег уже почти тает, сегодня почти уже тепло, минус два. Так что все хорошо. Значит, мало того, что мы с вами вращаемся, мы еще вокруг а как вы думаете, вокруг Солнца то вращаемся еще? А наша галактика, она что, не вращается там? Вращается? Вращается. Вот голова не заболела еще? От вращения, то есть сухого много вращается, да? Ну мы уже привыкли с вами, уже голова не болит, да? Во всяком случае, ну надо понимать, что никто вот это бытие, о котором мы говорим, никто от этого не свободен от того, чтобы он подвергался законам механики, правильно? Небесной. Ну а если это обычные тела, обычные тела, то они законам механики обычные, бросишь, телефон бросить в окно, давайте проверим, он будет падать. С каким ускорением? Не помните? Ускорение какое будет? Это вторая производная от пути по времени, от функции путь по времени. Первая производная будет скорость, а у него скорость все время будет возрастать. И сколько производной будет? Чем равна? Че, в школе не учились, что ли? А, вы учились в новой школе. В новой школе не говорят, это от вас скрывали, скрыли от вас важную постоянную 9,80 Ж. Ну, слышали, наверное? Вот, есть, надо покопаться в своей памяти и найдешь там кладезь. Вот это механика. Соответственно, мы можем так и назвать. Есть вот находится такая механическая форма серии, которые представляют собой какие-то твердые тела и еще. и соответствующие движения, механическое движение. А следующая форма движения какая еще есть? А еще? А еще? Кроме движения тел, есть такая форма материи, как поле. Есть? Вот раньше все пытались выкачивать, выкачивать, добиться вакуума. Добились бы вакуума, принимать сообщения телефонные можно было вакууме? Конечно можно. Разговаривать мы не могли бы вакууме. Если сейчас бы был вакуум, вы бы видели, как у меня открывается рот. А в нашем институте, который на Бронецкой, ухо, горло, носа и речи учат, как по губам можно понимать. Поэтому глухонемые, у них нормальный речевой аппарат, они немые, только потому, что они не видят, не слышат. А если они будут по губам понимать, они будут отвечать нормально. Я жал такую женщину в институте, Малин, одиночная, которая учила глухонемых говорить и понимать. Но для этого надо, чтобы они не отворачивались от того, с кем вы разговариваете. Когда они смотрят на губы, они могут говорить. То есть это звук через что передается? Это какие колебания? Чего? Звук это что? Колебания? Это колебания же. У вас ничего не колеблется, когда вы звук издаете? А что у вас колеблется, не знаете? Какие? Вормальные перепонки это у вас колеблется, когда я говорю. Связки голосовые. Вот, учитесь, человек знает. Голосовые связки, вот они, вот их задача вот такая вот. И больше ничего они не умеют. Вот если хочешь научиться хорошо говорить, надо идти тоже от простого к сложному, не перегружать свои, не перегружать свои голосовые связки, пользоваться другими физическими явлениями. Знаете, такое физическое явление, как совпадение, колебание, как называется? Резонанс. Вы слышали, что вот если солдаты идут по мосту, и они в ногу идут, и вдруг, если их движение совпадет, вот колебание их ног совпадет с частотой колебания, собственной частотой колебания моста, мост начнет вот так и руки. Поэтому их сразу на воль переводят этих солдат, говорят, э-э-э, только не в ногу, потому что уже знают. Или вот не так давно, несколько лет назад на Волге один мост, весь рдул, он попал в частоту колебаний, стал виблировать и чуть не разрушился. Страшно было смотреть, как это все вот так. То же самое и с колебаниями звуковыми. Это все колебания чего? Это электромагнитные колебания или колебания воздуха? Ну, связки, что они, электромагнитные, что ли, или воздуха, воздуха, да, колебания воздуха. И поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было слышно, что нужно, кричать или нужно настроить свой резонатор, который, чтобы то колебание, которое есть у ваших связок, совпало с частотой колебаний ваших других органов. Какие? У вас есть. У вас есть грудная клетка, а у нее есть частота колебаний. И если я частоту колебаний, добьюсь совпадений частоты колебаний моих связок, которые ничуть не сильнее, чем у вас, с частотой колебаний своей грудной клетки, то меня можно будет слышать очень хорошо, без всякого микрофона, если там будет 300 человек или 400 человек, и кричать я не буду, и надрываться не буду, если я использую законы чего? Физики. У человека два резонатора. Есть еще один резонатор? Вот здесь у нас с вами находятся гайморовые пазухи. Вы про них знаете только плохое. Когда там будет воспаление этих гайморовых пазухов, эти гной, это страшное дело. И начинают, если их прокалывать, потом он набирает, это страшное дело. Но на самом деле они пустые. А раз они пустые, то их можно задействовать для чего? Запугиваясь с собой экзаменаторов ответами. То есть для этого надо научиться направлять звук уже не сюда, не грудную клетку. А здесь у вас что? Диафагма и, так сказать, вот собор такой. Знаете, почему в соборе всегда все слышно хорошо? Потому что он так и построен для этого. Что вот говорят люди, и все это на людей так вот здесь как здорово получается. А что здорово? Это обычные колебания звуковые. Так вот то же самое можно сделать и с гаймеровым фазухами. Для этого надо туда направить. Показываю. Это можно сделать, вот тут можно сделать на любые слова, а здесь только на два звука би, ми и мы, ну или би и бы, то есть и или и. Показываю. ми, ми, мы, мы изучаем сейчас с вами философию. Поняли? И вот товарищи, которые являются священниками, так, они квалифицированы, они это знают, они что говорят? Да светится имя твое, и живи си на небеси, аминь. И некоторые дьяканы настолько научились, что вот они могут так сказать, что и люстра может и лопнуть от этих колебаний. Почему? Она тоже попадает, но это потренироваться надо, чтобы совпало колебание твоих вот этих гаймеровых фазок, но тут больше только наив. Надо так на бы часы, куда? Мы, мы, мы с вами изучаем философию, а вы почему плохо знаете философию? Вот, и это мы с вами находимся на уровне, это чего? Это физические колебания, какая форма материи, то есть мы рассматриваем материю, что колебания, умно, неумно, глупость, я сказал, от того, что ее громко скажешь, она умнее, то не скажет, это мысли, правильно? Но вот есть люди с хорошо поставленным голосом и заслушаешься, как говорят, а потом выйдешь, думаешь, что он сказал? Что он сказал? Поэтому вот когда меня учили в этом институте фугарно-носа и речи, мне объясняли, Михаил Васильевич, вот вы говорите неубедительно, а надо говорить убедительно, показывают. Ба, бо, бу, бе, би, бы. Убедительно? А до этого было все вот так вот сиди, сиди. А надо говорить убедительно. Ба, бо, бу, бе, би, би. Это общее строение вообще речи. Наверх сначала. Ба, бо, бу, бе, би, бы. И так, 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 так. Что мы с вами рассматриваем? Низшую форму. Организация материи. Механическая и колебания. Какие? Звуковые. Ну, это волны звуковые, да? А есть сверхзвуковые самолеты. Это что такое? Летят выше скорости света. Ой, звука, сколько скорости звука примерно? Что вы не знаете ничего? Как можно историческую покупать? Не надо, это в школе все учат. В школе я ничего не изучал. Вот, я физику изучал в школе, а больше ничего. Это все в школе. Ничего там нам не дают. Сейчас, правда, в школе учат каким-то наукам 22-го века. Я видел учебники. Кто-то деньги делает на этом. то есть, то есть, колебания воздуха. Сверхзвуковое это больше, чем 1300 километров в час. И когда подходит человек, самолет к этой величине приближается, то как бы воздух уплотняется. И когда он проходит эту точку, раздается удар, такой грохот. Это значит человек прошел вот эту точку 1300. И идет уже дальше со сверхзвуковой скоростью. И вот это сверхзвуковое 4 звука или 5 скоростей звука и так далее. 10 скоростей звука. Вот Владимир Владимирович показывал нашу новую военную технику, которая во много раз превосходит. А есть гиперзвуковые уже в десятки раз превосходит. А как это достигает? Это так просто двигателем не достигнешь. То есть так делается, что они как бы запускаются как спутник, но с такой как бы траекторией, по которой она рассчитана так, что он попадет в нужную точку с огромной скоростью, очень трудно остановить, и раз в эту точку и придет. Ну как бы спускаемый аппарат. Но спускается куда? К противнику. Дескать, мы вам сейчас запустим аппаратик и к вам и придет домой прямо. сейчас рассчитает, и он так и пойдет. Если надо, подкорректируем. Поэтому там не так достигается эта скорость, что какие-то мощные двигатели, двигатели обычные, но так рассчитано, что он пошел по этой спирали, и все дальше и дальше. и он как бы садится и ближе к земле раскручивается, ведь сгорают же некоторые предметы, которые из космоса просто падают, сгорают. А здесь он не сгорает, а попадает в нужную точку. Ну это механика. Все. Вот механическая форма движения. Вот вы кинули голову, это механическая форма движения. А вы подняли голову, это тоже механическая форма движения. Когда говорят, выше голову, товарищ, это что? Чисто механическая форма движения. А что в голове? Это не касается того, что в голове. Это не механическая форма движения. Ну а следующая форма движения в материи какая? А следующая вот физическая. Вот физическая там уже всякие, кроме электромагнитные колебания, электромагнитное поле. И там уже движение молекул и атомов. А атом из чего состоит? Сейчас проверим. Это физика пошла? Из чего состоит атом? Устройство атома. Ядро. Так. И чего? Еще? Это как орех, что ли? Ядро есть из корлупа. Электроны. Электроны. Что они делают-то? Смотрят на... Нет, нет. Вокруг ватом. Да, вращаются вокруг. Вот так. То есть. Это же мы про вас говорим. У вас же. Вы же состоите из атомов. Так и вот там усматривается все, что вокруг там у вас в каждом атоме. Представляете, какой ужас. сами вращаемся вокруг оси, вокруг солнца, да еще у нас, у нас в каждом атоме все время электроны вращаются вокруг. А мы сидим все хоть бы на лекции и спокойно занимаемся. Какие мы люди? Ничего не боимся. Так. А в ядре-то какие там частицы, не помните? Протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны. Ну вот, народ грамотный. Отлично. Протоны и нейтроны. А нейтроны почему? Потому что у них заряд какой? Никакой. А у протонов положительный, а у электронов? О! Видите, отрицательный. Вот они. Отрицательный, их выгнали. Вроде горит. Вот видите, какой у нас прибор сейчас? Это же микрофон. Никаких проводов, которые у вас никто не запутывает. Это же тоже какое явление? Физическое. А как он передает? Через воздух? Нет. Какие волны? Воздушные или электромагнитные? Электромагнитные волны. Я говорю, этот превращает в электромагнитные волны, то, что я говорю. Я что-то хорошее говорил, он все это в волны превращает. А волны туда идут, а потом их превращают и в звуковое действие, и в изображение. А потом это дело можно записано будет на канале Фонда Рабочая Академия, тут вывешено как запись этой лекции. Поэтому, если что умное сказали, это оно и войдет. А если я глупость сказал, то глупость тоже войдет. Смотрите, что у нас преподаватель говорит. То есть, каждый может показать пальцем. Поэтому запись сделала хорошее, она дисциплинирует. Правильно? Если вы хотите, сделали какую-то глупость, то глупость будет размножена и будет видна всему народу. так, ну вот, значит, это нам почему важно? Мы же ведь тоже к материи принадлежим. Заодно мы сейчас постепенно узнаем, как мы устроены. Мы же материальные объекты с вами. Ну вот, мы уже поняли, что там у нас в атомы. Молекулы есть у нас? А вот, когда атомы соединяются в молекулы, то свойства меняются, да? Очень сильно. Это другой уровень материи. Одно дело отдельные атомы, а другое дело их соединенные в молекулы. Вот, скажем, что вы знаете про водород? Это газ, да? Аж. Аж. Ну, это газ какой? Дышать им можно? Нежелательно. Пуча гитлорода. А вы что узнаете про хлор? Там не только нежелательно, точно умрете, если будете дышать хлором. А если их соединить? Водород и хлор. Что будет? Аж хлор. А это что будет? Соляная кислота. Она уже в желудке у нас есть, ничего страшного. Хоть там и хлор, и водород. Ну, в компании такой хлор с водородом и так и неплохо. Она помогает нам переваривать пищу. Переваривание пищи какой процесс? Химический же? Или механический? Когда пища идет, по пищеводу, он так и на пищевод, ведет туда желудок, а там переваривание, химический процесс идет. Обычновенная химическая реакция. Так, хорошо. А вот натрий показывали вам в школе? Натрий это что? Это металл или жидкость? Не знаете? Ну, не жидкость. Это натрий, это такой металл, блестящий, как серебро, и мягкий, как масло. Его можно резать ножичком. Вот его хранят в керосине обычно. Достают из керосина, показывают опыт, обратно, кинут в керосин, то, что осталось. Потому что то, что если будете хранить на воздухе, он может сам храниться. Вот если натрий соединить с хлором, чтобы хлор яд, хлор яд, вот, хотя всякие содержащие его, такие соли, могут быть использованы для того, чтобы убивать микробов. Нас не убивают, а микробов убивают. Но кушать не надо. Хлорку не надо есть. Хлорку, слышали? Хлор и хлорка это все-таки разные. Хлор это газ, а хлорка это соль. А вот натрий хлор это что? Не знаете, что такое натрий хлор? Поваренная соль. Что? Поваренная соль. Вот, знаете, она все знает. натрий, сам воспламеняется, хлор, яд. Посолите, говорит, можно я еще посолю? И когда они соединены в молекулу, то это свойства уже другого уровня, другой уровень материи и другие свойства. А у атомов одни свойства, а у свободных атомов, натрий-хлор совсем другие, потому что это уже молекулы, молекулярный уровень. Вот молекулярный уровень нам уже ближе и роднее. Вы же из молекул состоите? Нет, конечно, из атомов, это само собой, но вообще-то атомы уже непосредственно вы из атомов, которые там свободно относятся. Они в молекулах. А молекулы дальше в какие? Они соединяются уже в какие-то твердые тела или в жидкости. Твердые тела или жидкости. Вот движение твердых тел это уже обычная механика изучает. Вот мы как твердое тело если выпрыгнем, будем падать. Поэтому нежелательно выпрыгивать из окон. Я вас предупреждаю. Даже когда жарко, все равно не стоит. На всякий случай у нас закрыли этот выход. Балкончик такой у нас там идет на втором этаже. Такой хороший. Говорит, сегодня прогуляется, а потом упадут и потом будем отвечать. На всякий случай закрыли туда выход. Твердое тело. Ну, а твердые тела они могут более высокие и форму еще образовать материи. Как она называется? Более высокая. Это не органическая материя, о чем я говорил. Соли, всякого рода, твердые тела. А органическая материя чем отличается. Это органическая материя имеет очень сложную структуру молекул. Сложную такую, которая характерна для живых существ. Для живых. Вот здесь как раз сейчас находятся шесть живых существ. микробов я не считаю, их очень много. Они тоже живые. Живые это что, из чего? Какая-то форма. Белки, белки. Да? А что такое белок? Жизнь, что такое? Кто-нибудь знает, что такое жизнь? Неплохо бы знать вообще уже. Пора бы и знать, что такое жизнь. Правда? Вот вы знаете, что такое жизнь? А? Это не смерть. Но можно сказать, смерть это жизнь, как часть жизни, момент жизни. Правда? Она же отдельно не существует. Чтобы узнать, что такое смерть, надо знать, что такое жизнь. Потому что у жизни есть начало и завершение жизни. Ну вот и завершение жизни это смерть. Поэтому что такое а не жизнь через смерть то есть смерть более сложное понятие чем жизнь и рождение в этом смысле тоже более сложное потому что появление жизни что такое жизнь не знаете такой жизнь гарантия это жизнь у студентов как это можно разве назвать жизнью невозможно это назвать при такой степени это не жизнь одно расстройство но может вы знаете что такое жизнь но хорошо бы узнать что такое жизнь согласитесь вы знаете что в жизни нет счастья это я понял а жизнь то что такое ну вот видите мы сейчас вот занимаемся с вами категориями которые где применимы везде на самом деле везде из-за того что они применимы везде они настолько примелькались ну кто будет это вот задаваться этими вопросами тогда все мы известно всем вот гегель специальность известные есть не потому и является того познанного от того что она известна чего заниматься уже известным правда давайте неизвестно изучать а это же известно и вот детскими представлениями люди доживают на глубокий ксидин иногда мне кажется что я очень умный потому что сейчас возьму вы не знаете что такое жизнь а я знаю представляете какой разрыв страшный как только я скажу искать но это и мы знаем я знаю что вы сказать вы сразу описцениваете то что я скажу жизнь дорогие товарищи это способ существования белковых тел то есть есть мы же химии говорим о химической форме движения материи настолько усложнились химическое образование что появились белки которые обладают таким свойством что они поглощать что-то извне и из этого из того что они поглощают строит до до строит внутреннюю структуру они осуществляют обмен веществ то есть это жизнь это способ существования белковых тел мы к сожалению люди белки создавать синтезировать из не белков не можем а кто может а растение могут представить растение это могут а мы не можем ну вот мы человек мы люди мы такие мы сеге а вы могли бы создать какой-нибудь белок нет не можете и не надо задаваться поэтому давайте будем уважать растение природу потому что если бы не природа нам не жить потому что ни один человек не в состоянии синтезировать из воды минеральных веществ и на солнечного свет с помощью солнечного света белки а какая-нибудь капуста или огурец или дуб или береза элементарно то есть нечего нам так гордиться потому что мы-то не можем за они могут белки создать как бы и и ничего из элементарных таких частиц есть правда еще такая промежуточная форма грибы но люди все животные что делать могут они могут одни белки перерабатывать другие более низкого уровня белки есть переварить и создать более высокий вот как бы мы можем гордиться что у нас белки более высокие чем чем у баранов потому что мы эти самые баранов делают сосиски а мы ее едим и у нас более высокие чем у свиней мы свинины делают колбасы и мы их едим и так далее в этом смысле ничем мы не отличаемся от грибов потому что грибы вот листья опадают и вот они растительные всякие растительные остатки поглощают и делает из них белок но из этих белков низших более высокий белок по структуре близки к мясу поэтому говорят чтобы от скажем грибы они по своему качеству до пищи они приближаются к мясу поэтому нечего нам задаваться на такие сложные так это мы как грибы почти только у нас голова и а у них шляпка шляпка есть головы нету грибов а так они от нас не отличаются причем им свет не нужен этим отличается они от растений свет не нужен потому что они белки не могут создать из неорганических веществ поэтому как делают шампиньоны и какая-нибудь туннель туда запилки туда мицелий и скотчет вон разрастается там грибница потом раз охлаждают раз выскакивает грибочки раз и магазин пожалуйста покупайте грибы 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 и подбищенные под березовики и подосиновики то есть кто из чего делается вот белые грибы еще хочешь сделать вкусное очень белок вот то есть это вот целый рубеж еще одна форма то есть живое и неживое вот еще одна форма движения материи и форма материи правильно живая материя мужа выбираемся к нам сути вы подбираемся но уже мы живой же относимся но мы не грибы что нас отличает от грибов если мы отличаемся если мы скажем что мы из из одних белков другие вырабатываем тут этим мы не отличаемся вас что отличает от гриба как они вы не так то еще более причудливая чем гриб понятно я понял а еще ничего не отличается от гриба самая большая разница биологическом строение то есть на величком строение то есть это представляет собой более сложную структуру вот животные прежде всего я хоть и права спросил животные да вот царство растений и царства животных царство животных выше на порядок то есть другого качество то животные а мы с вами какому царству царство растений животных или грибов выход не богаты и да вот мы בעล PRележим царства животных нам повезло или нам не повезло потому что это не будет рядом ничего растительного ей другой какой-то пищи, то мы из воды, минеральных веществ и на солнышке ничего не создадим и помрем. Поэтому вот, так сказать, в этом смысле мы… Так, ну это вот, скажем, еще одна форма материи – это животные. Растения – это одна форма материи, растительный мир – это белковые и все. Это живые организмы, растения – это живые организмы. Ну, морковка, которую в магазине продают, она живая? Живая. Пока ее не сварили, она живая. Только когда ее уже сварили или съели, почистили или потерли, прямо ее живую, прямо живодеры, прямо ее уже жирут и едят. Ну, у нее нет там неров никаких. Вот это, значит, живые организмы. Среди живых организмов мы различаем животные и растения. Растительный мир и животный мир. Но это вот одна форма движения материи. Это вот, так сказать, живой белков, белки. И, наконец, еще одна форма материи – это материя, обладающая каким свойством? Вот вы каким свойством обладаете как материи? Более высоким, чем перечисленные выше, ниже, нет, выше, ранее. Какое у вас есть свойство, которое вас отличает от грибов и дубов? А? Сознание, видите, вот у нее, да, да. А что такое сознание? Это уже, вы уже сказали, вам больше вопросов нет. Вы выиграли. А вот сейчас я буду запрашивать других, они засыпаются. А сознание что такое? Вот вы рядом сидите, а вы хоть знаете, что такое она вот сказала? Переведите, что такое сознание? Вот видите, она не знает, что такое сознание. Ужас. Санкт-Петербургский государственный университет. А это нужно опять через простое? А? Это через простое нужно. Ну да, через простое. Ну, всякое определение, конечно, более сложное через простое. Вот сознание что такое? Да не такой простой вопрос. Это вот если вы думаете, что если раньше, если раньше я мог бы сказать, что вы просто чего-то не помните из какого-то курса, то сейчас я уже такое не скажу. То есть это для многих вопрос. Просто люди не формулируют, и так и живут. Ну, это сознание, это не сознание. Потерял сознание, а что ты потерял-то? А я, говорит, не могу объяснить, что я потерял. Пришел в сознание, а где ты был? Пришел в сознание. Пришел в сознание. Пришел в сознание. Вот как быть? А, я знаю, что через... Во-первых, психология занимается этим, и она... Не надо, не надо, психологию надо не препутывать. Это другая наука. У нас философия. Мы и с помощью философии справимся. Зачем нам психология? Психология изучает внутренний мир человека. А пока... Да. Вот, поскольку она внутренний мир человека, а мы еще до человека не дошли. Так что рано еще говорить о психологии. Мы же, если вот животное, обладающее сознанием, мы же будет человек, да? Осталось только одно сказать. Что это такое сознание, и все? Ну, это психический процесс. Ладно, вы что-то через такое сложное хотите простое. Я вам объяснял, что сложное через простое надо, а не простое через сложное. Психический процесс – это тогда, когда уже человек, мы знаем, и берем его, исследуем его внутренний мир. Тогда мы начинаем находить там психические процессы. Да, вы не запугиваете народ-то. Нам попроще как бы. Вообще тут студенты сидят, им надо проще студентам. А вы, я чувствую, профессор. Я чувствую, да, кому хочешь, голову можете закрутить. И вы не знаете, что такое сознание. Сознание у вас есть, но вы не знаете, что это такое. Может, это что-нибудь плохое. Не надо, не хотите ли избавиться от этого? Сейчас предлагаю за небольшую цену освободить от сознания. Ну, сейчас, знаете, телефончики написаны, все, быстро. А? Что-что? Какое-то за пределы сознания, если ты не знаешь, что это такое? Ну, я не знаю, что сознание, что это такое. Значит, вот, ну, это не такой простой вопрос. Вот лучше всего это написано в книге товарища Ленина «Материализм и империя критицизм». Лучше, потому что я, когда был студентом, ее прочитал. А прочитал ее, потому что я пришел к философу нашему, кто преподавал философику. Я говорю, слушайте, а вот что бы мне такое прочитать, бы вам сдать и не ходить к вам на лекции? Ну, он так позитивно, наверное, так открыт. Ну, прочитайте эту книгу «Материализм и империя критицизм». А там книга о том, что такое материя, что такое материализм, что такое идеализм. Скажем, где-то третья, четвертая часть этой книги. А дальше он разбирает эти путаников, которые никак не перепутывают материю с сознанием. Кусочек материи, кучочек сознания, все это в кашу. И называется это империокритицизм, империоманизм, империосимволизм, махизм и так далее, и так далее. И он все это разбирает там и разбирает учение субъективного идеализма на примере епископа Беркли. Беркли. Вот. А Беркли как рассуждал? Ну, вы понимаете, посмотрите на меня. Вы понимаете, что все ощущения проходят через мои органы чувств. Осязание, обоняние, зрение, да? Поэтому можно считать, что у вас нет. А это все в моих... Это то, что я считаю, что вы есть, это все в моих органах чувств. То есть вообще, на самом деле, есть только я. И больше никого и нет. И это опровергнуть нельзя. Вот вы сейчас начнете опровергать, скажете, так вас же нет. Вы у меня просто... Ну, как бы во сне у меня. Вот сегодня мы провели значительные с вами занятия. Я приду домой, лягу, и прямо все вот, прямо перед глазами все вы будете. А потом открою, когда этот сон пройдет, и нет у вас. И все. И никакого звонка не надо, ничего. А потом опять засну, и опять, конечно, снятся те же самые четыре человека. Вот. А это ваше представление, что есть какие-то отдельные люди. Это неправильное представление. Есть вот только один человек. И... Вот. Это невозможно опровергнуть логически никак, потому что все ваши опровержения скажут, так это не опровержение, это вот вы у меня тут вот здесь. А подтвердить это можно? И подтвердить никак нельзя. Все. Это называется солипсизм. То есть это вот такая экзотическая, субъективный идеализм. То есть, с одной стороны, он как бы есть только я. И это я, это не от материи, а просто есть я и все эти образы. Поэтому, скажем, естествоиспытатели, ученые, практики никогда не руководствуются этим. Но иногда на эту, на непоследовательную такую позицию иногда скатываются. А последовательную позицию вот хорошо ее довести до конца, чтобы понять, что если вы по этой дороге пойдете, то вы придете вот к этому. Субъективный идеализм это называется. Мы с вами сбегаем немножко вперед, мы еще и рассматриваем всю материю, еще не досмотрели ее, а уже начали говорить о чем? О том, что есть учение, которое говорит первично материя, называется материализм. А дальше идея вторична, сознание вторичное. А как мы можем говорить, если бы еще не решили вопрос с сознанием? Правильно? А другая точка зрения, что первично сознание, идея. И тут у Гегеля так, вот есть идея, она поразила мир, она противоречива, она развивается, и она поразила материю. Материя, первый том науки логики, это что? Объективная логика. И вот законы объективного мира. Второй том, субъективная логика, это законы нашего сознания, субъективная логика. И вот идея приходит, познав через сознание, человек, как животное, обладающее сознанием, познает объективный мир, идея приходит сама к себе. И вот закончилась система. А потом пришли Маркс, они сказали, так, это убираем отсюда идею, вот это тоже убираем. Материя, то развившись до сознания, потом, и познав мир, приходит сама к себе. То же самое, конструкция та же, только вот эти лишние, начало и конец выбрасывать. Чехов учил так писать рассказ. Вот вы собираетесь писать курсовую или рассказ? Вот напишите его, потом выкиньте начало, и конец, и можете печатать. Чехов, он знает, как писать. Потому что когда человек начинает, он все пишет, пишет, что не получается, какая-то дрянь. Или он расписался, а потом в конце начинает заканчивать, и опять он тебе воет, идует. Давно уже надо закончить, он все пишет, пишет. Выкинуть это, начало и конец, и все. И будет хорошее. Так вот, в серединочке стоит то, что материя обладает свойством реагировать на материю. Вот я вам что-нибудь скажу, а вы мне что-нибудь в ответ говорите. Особенно, когда я вас спрашиваю. Когда я не спрашиваю, не особенно. Но когда спрашиваю, вы меня отвечаете, как культурные люди? То есть реагируйте. Если я метну у вас мячик, то, возможно, среагируйте пока еще не... Неизвестно как, я еще не предсказал, но среагируйте. А если мячик бросить в Сенку? Сенка среагирует. Она отразит его. То есть все формы материи обладают свойством отражать другую материю. Другие части или элементы материи. Вся материя обладает свойством отражения. Иногда это вот даже таких... Вот кажется, вот мы отражаем. Мы вот можем посмотреть на солнце и правильно отразить, на небо и правильно отразить. А теперь подойдите к озеру лесному. Вот это озеро лесное прекрасно отражает солнце, прекрасно отражает небо голубое. И оно прекрасно отражает птиц, которые летают над озером. Правильно? Ничем не хуже, чем мы с вами, чем мы с вами на этой самой сетчатке. У нас же где это отражение попадает? На сетчатку глаза. А потом уже сигнал в мозг. А вообще вся материя обладает свойством отражения. Вот как я сказал, мячик бросить, он отразится. Или говорят, отряд отразил нападение противника. Как отразил? Противник это сделал, а отряд сделал противодействие. И в соответствии с тем, что сила действия в солидной мере отражает силу противодействия, это сделал отражение. Вся материя обладает свойством отражения. Так вот, такие животные, которые обладают свойством отражать не только весь мир и себя. Это кто, как называется? Такие животные? Нет. А? Да. Вы себя узнали? Вот она первая себя узнала. Обратите внимание. Вы думали еще? Она уже пригнала человека. А вы еще думаете, что это за животное такое? Как к нему относиться? Не пустить ли его на колбасу? Вот это характеризует еще одну форму. Но поскольку это какие животные? Это животные, а, общественные, б, трудящиеся. А труд это целесообразно. Не то, что что-то делают. Целесообразно. Никаких целей пчелы не ставят. Они инстинктивно действуют. И эти самые муравьи. А человек целесообразно действует. Чтобы сделать что-то хорошее, ему нужно придумать. Цель поставить. Что-нибудь плохое сделать, тоже нужно цель поставить. Это злоумышленник. У вас замысел или умысел? Замысел. Потому что умысел у кого? У преступников. Они тоже думают, но умысел у них в том, что сделать так-так-так, и вот так у вас здесь все забрать. Вот этот самый компьютер. Забрать и... Это умысел. А замысел вот вам рассказать. Это замысел. Это разные вещи. Вот мы и добрались до кого? До человека. Вот теперь человек как высшая форма существования материи. Какая? Общественная форма существования материи. Потому... И вот то, что вот было сказано в самом начале, что человек существо общественное, это и выражает. Вы чувствуете, мы только-только добрались до вашего высказывания, которое вы как оно блеснуло, как солнце там в начале, еще долго-долго до него добираться. Мы через лес шли. А? Можно спросить? Да. А нас делают высшей формой материи, лишь обладание сознанием, то есть это критерий? Труд сделал человека. Труд? Труд, а потому что в труде, вот то, что общественные животные есть, но если они не трудящие, если в них нет целесообразной деятельности, целесообразной деятельности по созданию общения, то вам тогда и общение не нужно, язык не нужен. А поэтому вот я перечисляю, что это животные общественные, трудящиеся, говорящие, и только тогда они разумные, потому что без языка вы не можете передать, попробуйте у меня без языка какую-нибудь мысль передать. Не пробовали? На экзамене передайте, у меня мысль, какую вам поставить оценку, но ничего, на рот не открывайте. То есть вот задача, то есть на самом деле это очень глубокие вещи, которые люди не очень понимают. И вот поэтому и вдруг мы с вами эту тему уже немножко обсуждали, с ней вернемся. Можно ли, некоторые иногда говорят, что человек это биосоциальное существо, вам нравится такое высказывание? У нас так в школе учили, постоянно это говорят. А вы находитесь в УЗИ? Нет, я в УЗИ. А ВУЗ – это высшее учебное движение, а там среднее. Ну так это биосоциальное? Ведь нужно это говорить, что оно биосоциальное? Если начать говорить, тогда надо уже говорить всю правду. А все правду стоит, что вы механико, физико, химико, био – социальное существо. Правильно? А что, вы одно сказали, а другое нет? В школе только начали говорить, так давайте всю правду матку излагать. Придете домой и скажете, ну вот, думаете, кто пришел? К вам пришла не дочь ваша, а социо, нет, механико, физико, химико, био – социальное существо. Поняли? А имя, отчество вы же мое знаете. Вот так. Так и представляете теперь. Поэтому, ну это если это матрешка, так и вот матрешка, она матрешка и есть. Если сказано социальное животное, в слове «животное» содержится все. В слове «животное» все другие формы, движения содержатся. А в слове «социальное» содержится, что это не отдельное животное, это общественное животное, что общество. Понятие общества. Что такое общество? Думаете, вы знаете? Это вы так думаете, что вы знаете. А как начать проявлять опять? Вот и последнее понятие, которое мы разберем и закончим. Общество – это что? Совокупность. Совокупность. То есть набрать их – полный мешок людей. Совокупность – это же вот россыпь ее взять. Представляете, нет? Горохом. Вот если Господь Бог, Он бы так мог вот набрать людей. Достатворил этих людей и держит. Вот вы когда говорили «социальное существо», вы что имели в виду? Вот надо с нее стребовать, потому что она это высказывала, социальное существо. Общество – это что? Социо – это общество. А что такое общество? Мое общество помимо того, что это элементы взаимосвязи тех людей и взаимосвязи. Что это? Это совокупность людей и взаимосвязи. Да, хорошо, молодец. Она вообще все знает. Ужас. Я думал, что она там – это надо запоминать. У нее узелки на память все время. Значит, общество – это люди вместе с их отношениями. Некоторые говорят, это люди. Вот вы сказали, это люди. Это вот неправильно. Это население, может быть. Это индивиды. Это индивиды. Вот если их взять просто россыпи – это индивиды. Есть такое понятие – индивиды. Это индивиды. Но индивиды еще указывают на связи. А вот есть слово понятие – индивиды, умы. Ну, все отдельные люди, элементы. Отдельные человеки. Это отдельные человеки – это, может быть, население, граждане страны. Да? Жители. Ну, зависит от того, что я тут имею в виду. Если они живут где-нибудь, то жители. Если они землю населяют – население. Если они в каком-то государстве – это граждане. А вот если мы говорим о них как об обществе, то надо их взять вместе с общественными отношениями. Если их взять без общественных отношений – это будут люди, так сказать, не как общество, а просто как отдельные животные. А как отдельные животные они не люди. Если человека изолировать одного… Вот только что у нас в сегодняшней газете снова вторая публикация о том, что нашли девочку в Москве. Пятилетнюю. Сейчас? Пятилетнюю девочку нашли в куче мусора дома, да? Мусора. Да. Которая и говорить не может. Потому что мамаша ее там оставила, в этой куче мусора. Видимо, как-то там она чего-то ела. Она и говорить не имеет пять лет, и говорить не умеет. И уже уголовное дело подбуждено по этому поводу. Тут хоть Маугли тот, хоть у Волков был. Систематически кормили, а тут черт тебе что. И выкопали прямо ее из кучи мусора. Дома. А мать говорит, я на работу уходила и часто оставляю ее дома. Ну, бывает такое. То есть человеком стать вне общество не может. Никак. И это, так сказать, как бы эти эксперименты так фактически проводились. Если он, скажем, до пяти лет. Но вот тут все-таки мать к ней иногда приходила. Поэтому тут, может быть, так сказать, ее еще научат говорить. Она и реагирует. А если он в стае Волков был, уже все. Невозможно сделать человека. То есть бурное развитие как раз в сознании идет как раз в детстве. Когда он говорит, о, ребенок у него там мелкий. Вот мы сейчас вырастим, пойдем в ВУЗ, вот тогда у нас будет развитие. У вас было уже развитие. Сейчас уже не так бурно идет, как раньше. Раньше дети-то вообще делают только то, что они умеют. А сейчас уже зазнались, мы делаем только то, что умеем. Хотя на самом деле нам надо все время познавать, познавать и переходить, выходить за свой предел. Итого мы с вами рассмотрели формы уровня и формы движения материи. И материя у нас не просто какой-то кусок или тело, хотя бы и пористое или другое. Но это сложное образование. И это не просто... Вот то, что есть, мы рассматривали, и теперь это то, что есть, уже представлено нами с вами, как многоуровневая система. Да еще и обладающая свойством отражения. Оно это не... Вся материя обладает, а вот наиболее раз в этом виде. Человек, которому... Это не просто свойство отражения, оно... Это отражение, это развилось до сознания. Для того, чтобы в мозгу отражать и себя, и окружающий мир. Вот до какого уровня мы нашли. Я думаю, уже надо нам заканчивать лекцию сегодня. Мы уже дальше, это уже будет просто даже в минус. Правда? Так, спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. До следующей лекции. Следующая лекция в среду. Tool 3 Tool 3 Tool 3 Продолжение следует...